Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас на видеопортале трейдеров Utrade TV. Мы начинаем программу «Торговый план» за сегодня, 21 ноября 2016 года, понедельник. Желаю всем успешной трудовой недели. Меня зовут Игорь Суздальцев, и давайте посмотрим на новости, которыми мы завершили прошлую неделю. Индекс ММВБ в пятницу снизился на 0,2%, стоит на отметке 2038 пунктов. Индекс РТС остановился на отметке 990 пунктов, минус 0,5%. Рубль укрепился к доллару и евро, к доллару на 11 копеек на споте. Сейчас он составляет 64 рубля 69 копеек за 1 доллар. И на 35 копеек укрепились мы к евро 68 рублей 53 копейки. Дают сейчас за одну единицу европейской валюты на споте. Давайте посмотрим, как вела себя нефть и сделаем выводы, что мы можем сделать по этому инструменту сегодня, друзья. Итак, нефть марки Брэнд в пятницу начала с уровня 4606. Вверх-вниз, вверх-вниз, даже прокалывали ниже открытия во второй половине дня, но затем ударили в хай дня. Это случилось где-то в 10 вечера и закрылись на достаточно высоком уровне. хай был у нас 46,98, в 47 мы снизу ударились, 47 снизу ударились и остановились на достаточно высокой отметке 46,80. Давайте посмотрим, кстати говоря, а какой сейчас уровень в моменте у нас 47,49, да, то есть существенный рост на 70 центов. Мы будем надеяться, мы сразу же его и сделаем этот рывок наверх. Что очень хорошо, это фундаментальные новости, мы их сейчас обсудим. Си, поскольку нефть завершила укреплением день, то и Си, естественно, завершился укреплением рубля. Ну, хорошо, такой был хороший располбас и все-таки завершилось дело укреплением рубля. РТС по дню показывает у меня в плюсе, я ничего не понимаю. Официальные данные биржи минус, здесь плюс на БКС, ну, даже не пытаюсь разобраться. СБРФ, дейли, рост второй день, да, показал Сбербанк. Газпром показал снижение в пятницу. ПТБ, снижение третий день подряд. Роснефть, третий день подряд снижение было. Укоил, снижение в пятницу, да. Давайте посмотрим на рынок Форекс, который уже открылся. Мы видим, что длительный идет у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять рабочих дней, то есть получается две недели ровно, евро падает. И выборы президента США выпихнули наверх к 1.13 и обрушилось. Все равно в моменте 1.06-0.8. Но бились мы, отмечу, бились мы в пятницу 1.05-69. К сожалению, понимаете, оно каждое утро, посмотрите на хвосты, практически каждое утро были задергены наверх, и вечером америкосы, вот эти две недели ровно, америкосы роняют евро. Одинаковая картина, ну, как бы, вот тренд, как повести себя в этом тренде. Ну, понятно, с утра покупать евро, после обеда, ну, продавать. Ну, а кто не хочет рисковать, самое низкорисковое, наверное, это покупать на уровнях, которые, посмотреть, средние, которые являются хайями, как бы, ну, и покупать. Покупать, ну, тут тоже выплеск-то может быть, может быть, покупать ближе к американцам. Американцы, коллеги, напоминаю, что открывается 17.30 уже на зимнем времени по Москве, 17.30, а европейцы приходят в 11.00 по Москве. Не знаю, я вижу только рисунок продавать в 5 вечера. Фунтик, обязательно та же картина, хотя он подрастал несколько дней, но тоже сейчас его все-таки сбороли. Йена, доллар-йена, 110.95, ну, что обсуждаем? Смотрите, какой после выборов президента США, какой резкий дорос доллара, собственно, он и там, и там. Он только по фунту немного как бы тут вот заегазил. Сейчас фунт 1.23 до 39, кстати говоря. По фунту какой-то тут небольшой боковичок, укрепление какое-то было, даже по не очень понятным причинам, но думаю, что надолго. Кстати, фунт, наверное, самая сдерживаемая валюта после рубля, тоже может выстрелить в сторону ослабления. Золото, ну, понятно, подсело. Выборы президента США дали такой мощный толчок доллару США, что просто это... Уже сейчас никто особо не боится. Более того, предупреждает, что Трамп говорит одно будет делать другое. В общем, пока на доллар до 20 января негатива нет. После 20 января, я думаю, что будет, мы об этом говорили. Вообще переход власти, он вещь такая серьезная. Не думаю, что доллар прям 20 января будет вот так вот держаться, ну, с 20 и после. Но пока все нормально, Обама контролирует ситуацию, наоборот нагнетает по ряду моментов, мы сейчас обсудим их. Нет, пока не вижу и по золоту не вижу роста, хотя сегодня, видите, попытка есть определенная. Но не думаю, что это до обеда, ну, как минимум, так сказать, вернее, как максимум, до 17.00, там надо смотреть. Серебро, та же картина, хороший такой проход вниз, вот. Тоже пытается отрасти, но тоже так же, я точно так же сомневаюсь. Ну и канадец, пытается, кстати, борется хорошо канадец, потому что неутюжка подрастает, и он борется. Все-таки нет таких резких провалов, проходов. Клицарский франк, ну, провалился, что там, доллар укрепляется. Австралиец провалился однозначно, здесь никак нельзя назвать по-другому, вот. Ну и новозеландец тоже, тоже не сильно хорошие новости, друзья. Давайте посмотрим на рубль спорта, кстати говоря, в этой ситуации. Мы видим с вами, что четвертый квартал этого года самый малый диапазон по сравнению с прошлым годом и позапрошлым тем более. Четвертый квартал демонстрирует самый малый рост доллара за последние три года. Вот, смотрим внимательно, смотрим внимательно. Пока в моменте, еще раз напомню, у нас 64-67 на споте по рублю, доллару. Очень внимательно сегодня наблюдаем. Думаю, что сегодня, кстати, хотя в этом месяце в целом, в ноябре доллар укрепляется, думаю, что сегодня на таких новостях по нефти, конечно, какое-то движение, тем более мы ожидаем по нефти 47-49, это на, что раз напомню, 70 центов. Куда-то он выстрелит наверх. Конечно, мы... О, сейчас... Давайте на минутном графике поставим точно, чтобы у нас не было сомнений. Вот это абсолютно точно 46-80. Вот так вот, да? Мы стартуем и надеемся увидеть хороший, серьезный рост. Может быть, даже с ГЭПом куда-нибудь наверх. Но вообще, хотелось бы увидеть выход из этого диапазона. Но, к сожалению, выше 47-42 не уходи. 47-49 прокололи, но пока там закрепиться не могут. Да, ну вот посмотрим. Не получается у нас такой широкий боковик. Давайте даже для себя отметим этот уровень. Вот так он, мне кажется, может выглядеть. Хотя вниз, ниже этого уровня пустили, но отбились откуда-то отсюда. Вот сейчас мы посмотрим, сможем ли выйти выше 47-42 и закрепиться. Вот это ключевое, так сказать, на сегодняшний день. Ключевая интрига. Сможем ли выйти выше 47-42 и закрепиться по нефти. Если выходим, закрепляемся, да, да, дорога наверх есть, дорога наверх открыта. Далее, друзья, какие новости на рынке могут повлиять на него сегодня? Ну, прежде всего, сегодня это будет, конечно, новости по Сирии. Идет бурная дискуссия по Дамаску и общению Дамаска и ООН. В такой связи спецпосланник ООН Стефан Демистура по Сирии предложил предоставить самоуправление восточной части Алеппо. По сути, это означает расчленение страны, то есть вывод, официальный вывод части города Алеппо, это большой город, из-под контроля официальных властей. Ну, естественно, Асад не согласился. Министр иностранных дел Сирии озвучил, что это предложение абсолютно неприемлемо, это нарушение нашего суверенитета. То есть сегодня там в Алеппо, естественно, все начнется с новой силой. И вот на этом ожидании, естественно, все начинают понимать, что цена нефти может расти. В Минобороны России подтвердили использование боевиками химоружия в Алеппо. То есть на фоне того, что восточный Алеппо отдавать не будут, но тут еще идет обострение в том плане, что они еще и химоружие используют. И вот пробы, по словам представителей Министерства обороны, пробы показали хлор и белый фосфор используются боевиками на юго-западе Алеппо. Это дополнительное обвинение, потому что после слов о химической атаке обычно идет такая жесткая со стороны Америки. Они тоже говорили, что и в Югославии было химическое оружие, и в Ираке, где только они его не находили, никогда не подтвердилось, но основание для жесткого обострения ситуации, для жесткой атаки давало. То есть такое впечатление, что Минобороны готовятся активизироваться по Алеппо. Сегодня как-то очень долго все это идет, уже месяц, наверное, там уже и авианосная морская группа стоит, и все. И как-то вот это все достаточно долго и нудно, и, ну, видимо, еще какое-то обоснование. То есть за Алеппо бои сегодня разгорятся, я думаю, с новосилой. Друзья, из ФРГ пришло интересное очень сообщение. Меркель официально объявила о решении идти на четвертый срок. Почему это очень плохо для Евро? Естественно, сейчас все либералы Германии, но и все европейские либералы кинутся на метки, потому что четвертый срок никогда добром ни в какой стране, ни для какого руководителя не заканчивался. Всегда он слишком долго сидел, очень сильное обострение в элитах, жесткий, четвертый режим всегда бывает очень жестким, самым жестким из всех предыдущих. Поэтому, естественно, Европе это не нравится. Это, естественно, не нравится, естественно, Европа не согласна. И там сейчас начнется раскордак внутренний. Сейчас либералы сделают все, чтобы она не попала на четвертый срок и чтобы не было этого жесткого режима, потому что обычно это всегда падение экономики, снижение жизненного уровня в 2-3 раза причем. В четвертый срок сразу понижение жизненного уровня в 2-3 раза. Это к этому надо быть готовыми в любой стране мира, в любой исторический период. Потому что человек уже занимается только удержанием власти, а не развитием страны. По срокам это уже очень долго. Поэтому евро, кирдык, на этой новости ничего евро не поднимет. Сейчас просто не сам по себе факт, а конфликт, который следует за этим фактом, последует. Кстати говоря, посмотрим. Некоторые говорят, что там уже всех либералов тоже разогнали, ничего там слова, прессы независимой тоже нету и так далее. Но вот и посмотрим. Если действительно не пикнуть по Меркель, и действительно евро будет расти, тогда да, значит ситуация в Европе другая, чем была раньше. Ну посмотрим, это надо все смотреть. Поэтому это проверка, это знаете, как это провокация типа прививки. Если организм победит, то победит. Он должен победить, естественно. А если не победит, то ой, тогда евро кирдык. Смотрим внимательно поэтому на реакцию общества Германии в Европе на вот это объявление. Далее, друзья, в России ситуация не особая. Я вижу сообщение о падении доходов россиян в 4 раза. Если в сентябре падение составило 1,5%, то в октябре по сравнению с сентябрем резко усилилось, составляет теперь падение 5,9% падения жизненного уровня. Были месяцы раньше и 7% падал, но в сентябре вроде удалось остановить, а вот в октябре опять упустили. То есть получается... У нас и так среднемесячная начисленная зарплата до выплаты НДФЛ оказалась равна 36 тысячам рублей. Ну минус 13%. То есть у нас и так не сказать, что мы прямо жируем. Ну и это получается еще будет снижаться. Это к вопросу о том, что будет ли расти фондовый рынок. Ну не знаю, парни, когда экономика явно идет к низу 3 года, это... Все надеемся, верим, но сказать вам, покупайте российский фондовый рынок, даже на растущей нефти, не уверен. Вот покупайте рубль, да, рубль гораздо точнее ходит. А по российскому фондовому рынку надеемся, надеемся. Но если выбор номер один на растущей нефти, понятна покупка нефти, потом понятна покупка фондового рынка, но это выбор номер два. И в 19.00, друзья, из экономического окна, сегодня выступление главы ИЦБ Драги. Монета, бросаем. Монета по нефти, бай сегодня. О, монета видит бай сегодня. Так что, коллеги, через секундочку мы этот бай увидим, резкий причем. Вот, надеемся, что в течение дня он удержится. А с поступлением новостей в течение дня, прежде всего, по Сирии, и еще, может быть, нарастит этот рост. Скажем, нарастит рост нехорошо, увеличит этот рост. Друзья, сегодня у нас голосование по битве на РБК-ТВ. Альберт Бурага, вы помните, представлял Ютрейд ТВ. Он был экспертом Ютрейд ТВ. Я вот не вижу голосовалку до сих пор. Ну, предлагаю, в чате и на странице Ютрейд ТВ над экраном есть ссылочка на вот этот вот портал, где должна быть голосовалка. Больше того, я написал даже людям, которые на РБК-ТВ занимаются размещением голосовалки. Надеемся, от них эту голосовалку увидеть и услышать. Как только она появится, естественно, вам дам. Голосовать можно вплоть до начала эфира передачи, поэтому мы еще никуда не опоздали. Какой счет, Елена спрашивает? Елена, на пятницу по итогам четырех дней был счет 2-1. Вел наш оппонент, Альберт проигрывал. Но здесь еще у нас разыгрывается, в четверг они оба не попали в ноту, а еще разыгрывается у нас пятница, недельная доходность и зрительское голосование. Еще три очка. То есть, может качнуться в любую сторону. Но пятничный результат я не знаю, честно говоря, не смотрел. Ну, узнаем сегодня уже в эфире. Значит, ну, при счете 2-1, вы понимаете, может качнуться и в ту сторону, и в другую. И ничья, кстати, может быть, получается, да? 3-3 может быть. Так что от нас тоже, от нашего голоса много чего зависит. Так что всех призовут приголосовать, как только голосовалка появится на сайте. Ну что, друзья, давайте посмотрим, как мы открылись. И будем подводить итоги. Итак, по нефти, как мы с вами говорили, мы открылись наверх. Давайте обозначим еще раз, расширим, вернее, этот диапазон, выход из которого мы ждем. Ну, как вы понимаете, я не удивлен, что мы ударились в эту отметку, которая обозначена у нас, так сказать, коричневым, песочным таким цветом, да? Потому что ясно, что тут сильное сопротивление, то держится. Вот для нас принципиально важно выйти из этой песочной зоны, выйти из этого песка, выбраться из этой трясины и покатиться дальше по асфальтной дороге. Если это не случится сейчас, то это может случиться на открытии европейской сессии. Поэтому в 11.00, ну, сейчас-то вот этот азиатский рост от игр, пока, да, такого резкого пробоя уже мы явно не увидим, все-таки за 4 минуты после открытия рынка уже все, что хотели, купили. Вот. То есть то, что мы хотели усилить с нашей стороны, мы уже усилили, да? Поэтому ждем в 11.00, так сказать, второго рывка наверх. Надеемся, верим. Поэтому, друзья, ну, а давайте, кстати, посмотрим, как отреагировал СИС. Си отреагировал рыночно, рубль укрепляется, РИ отреагировал тоже рыночно, фондовый рынок укрепляется. Так что все у нас открылось сегодня рыночно, хорошо. Вот. И есть надежда на... Елена пишет, а у вас актуальный фьюч? Не понял. А что значит актуальный фьюч? У меня 12.00, все фьючи. А что вызвало, Елена, а что вызвало сомнение? У меня все фьючи, я смотрю циферки 12. Поэтому вроде бы все нормально. Давайте обсудим. Вы у себя посмотрите, у вас как, иногда у меня тормозит, блокирует. Поэтому приходится обновлять данные и дальше двигаться. Все, друзья, подводим итоги сегодняшнего дня. На мой взгляд, сегодня, вследствие обострения ситуации по Сирии, нефть будет расти, она уже на азиатской сессии уже выросла, ударилась, кстати говоря, давайте отметим, куда ударилась, 47.53, но на уровне 47.42 серьезно очень такая есть зона сопротивления. Поэтому надеемся на пробой в 11.00. В целом, думаю, что сегодня день будет для нас зеленым. Во всяком случае, до 17.30, до выхода американцев. В последние дни очень часто происходило так, что нефть снижалась на американцах, поэтому мы внимательно ждем действий американской стороны. Оставаться в лонгах по нефте в 17.30, ну вот что-то не советую. Вот сейчас прокатиться надо с утра, уже есть хороший проход с утра, кто успел войти, или может быть с пятницы заходил в лонг. Но в 17.30 советую закрыться и посмотреть, куда они подтянутся. Могут, могут развернуть, потому что последние 10 дней рабочих, это повторяло слишком часто, на одни и те же грабли наступать, ну точно не стоит, друзья. Всем хорошего настроения, удачного начала недели. Субтитры создавал DimaTorzok